Уже пять лет каждое утро Нина Зюсько проводит с собаками. Готовит им есть, организовывает прогулки со школьниками, ищет для животных новых хозяев. Все хотят почему-то породистую, никто не хочет забирать дворнягу, хотя вот на самом деле, видите, у нас очень красивые собаки. У каждого из этих животных есть паспорт. В нем, кроме общих сведений о кличке и породе четырехлапого, указаны данные о чипировании и введенных вакцинах. 90% собак проходят стерилизацию. Собака поступает у нас немножко всыпленная, мы ждем время немножко, чтобы она отошла. Но желательно провести операцию на следующий день. Несмотря на то, что у организации три передержки для собак, две в центре Симферополя и одна в Каменке, операции для мохнатых пациентов возможны только в последней. Здесь же собаки проходят курс реабилитации, получают должный уход. Мы за этими собаками беспокоимся, мы их кормим, мы варим им кашу, мы убираем, мы их лечим. Здесь у нас сейчас находится 70 собак именно на улице. И мы самое главное ищем им дом. Характеры повадки, возраст и физиологические особенности подопечных. Об этом и не только. Юлия рассказывает всем, кто хочет завести верного друга. Делает это в социальных сетях. 21 век все-таки. Как показывает практика, количество готовых помочь людей постоянно растет. Главное понимать, сделать жизнь собак лучше, а порой даже спасти ее, может каждый. Для того, чтобы помочь бездомному животному, вы можете обратиться либо к нам за справкой, либо в департамент городского хозяйства, откуда будет направлена служба для отлова. Вернее, собаки друга не сыскать. Неспроста умным, ласковым и энергичным созданием посвящены десятки стихов и песен. А они, в свою очередь, посвящают себя людям без остатка. Пока хозяева для четырех лапых не нашлись, для них создаются временные помещения. Ну а также с 2018 года администрация Симферополя финансирует создание новых вольеров, новых территорий. Ну а также полным ходом идет строительство полноценного приюта. Стефан Филатов, Дарья Шарипова, Руслан Хохлов. Утро нового дня.